Насколько приспособлен районный центр для инвалидов, помогает разобраться Александр Тиханович. На коляске мужчина вынужден передвигаться уже 11 лет. Все это время инвалид борется с районными властями за доступную среду. Пандусы в общественных местах появились во многом благодаря ему. Бывший врач Александр Тиханович специально выучился на юриста, чтобы отстаивать права своей и друзей по несчастью. И вот у здания район администрации сегодня вновь препятствие. Забраться на пандус мешает слишком высокий бордюр. Попасть внутрь тоже нельзя, на пути к власти лестница. Я обратился к дежурному, он говорит, я женщина, как я вам могу помочь. Здесь реально сделать пандус. Один из заместителей главы района оправдывается, ничем помочь не может. Проблемой занимается другой специалист, которого на месте нет. Примем меры, исправим. Попасть Александр Тиханович не смог и в единственную на весь райцентр муниципальную аптеку. Даже помощники не смогли открыть дверь для проезда коляски. Крючок, словно издеваясь над инвалидами, намертво заколотили. Как правило, инвалиды – это больные люди, которым необходимы лекарства постоянно. Ну и подъехать вот так и позвонить по телефону, и попасть. Ну, чувство унижения какого-то испытывания. А на пороге района и больницы в зимнее время Александр мог бы просто замерзнуть. Допроситься, чтобы помогли закатить коляску в здание, невозможно. Достать рукой до специальной кнопки вызова не получается. Активисты ОНФ в эту больницу приезжают уже во второй раз. Тогда были претензии к тому, что в здании, где регистратура, нет пандуса. Врачи сказали, что попасть можно через соседнее здание. Но это знают только сами медики. Мы обращались к администрации, приезжая сюда несколько месяцев назад, с просьбой повесить объявление на входе в поликлинику в САМУ, что въезд для инвалидов-колясочников через соседнее здание. Ну, как мы видим, к сожалению, этого не сделалось. За все 11 лет болезни Александр так ни разу не побывал в здании почты. Внутри, по словам мужчины, слишком крутые пандусы, чуть ли не под 90 градусов. За два года активисты ОНФ проверили на доступность почти всю Хакасию. Вывод такой. Районные власти в большинстве проблему инвалидов решили формально. Пандусы есть, но лишь для галочки в отчете. Виктор Буров, Игорь Преханов, Вести Хакасия.